Спонсор перевода компания Финавтопарс. Более 400 тысяч БУ запчастей для иномарок без пробега по России, в наличии и под заказ. Высокое соотношение цена-качество, гарантия на товар до одного месяца, работа по всей России. Финавтопарс, 6 лет работы и тысячи довольных клиентов. Когда вы представляете себе мировую тюнинг-культуру, наверняка вы видите дрифт в автомобиль на японских горных серпантинах. Или маслкар, своеобразный восьмеркой, преодолевающий квадр в США. Лифтованный джип или ют в австралийском захолустье. Но если рассмотреть соотношение доработанных авто к стоковым, а также изобретательность и смекалку автовладельцев и их механиков, то главная мировая мекко-тюнинговых тачек – это Куба. Mighty Car Mods, машины Кубы, спецвыпуск. Перевод группы BMI Russian при поддержке Финавтопарс. По вопросам рекламы в роликах, которые мы переводим, обращайтесь на электронную почту editor собака bmi-russian.tv, либо в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки под роликом. Также мы выполняем переводы с разных языков и озвучку на заказ. Куба расположена на севере Карибского бассейна, в 200 километрах восточнее Мексики, в 150 километрах южнее Соединенных Штатов. Обитает здесь порядка 11 миллионов человек. Мы находимся в Гаване, в столице, с ее уникальной цветущей автомобильной культурой. Это место стало культовой локацией в восьмой части Форсажа. Вот мы и решили сюда пожаловать, чтобы углубиться в местную автомобильную тусовку. Мы поездим на безумных тачках, заодно познакомимся с их владельцами, а также с теми, кто поддерживает их в рабочем состоянии. От мастерских на заднем дворе до механиков из джунглей, на Кубе машины делают так, как ни в одном другом месте на планете. Кубинская автомобильная культура – это захватывающая смесь сумасшедшего американского изобилия 50-х и советской утилитарности 70-х. И все это приправлено настроением местных жителей, которые не унывают по жизни и успешно поддерживают свой стареющий автопарк в рабочем состоянии. Из-за близости Кубы с Флоридой она стала местом, где состоятельные американцы проводили свой отпуск в 40-х и 50-х. По улицам тогда рассекало множество американских сухопутных барж. Но прошло совсем немного времени, и один молодой парень по имени Фидель Кастро поднялся и сверг правительство, устроив революцию. Он взял контроль над всем 1 января 1959-го. Таким образом, поставьте американских машин и запчастей, сякли мгновенно, из-за коммунистического правительства Кастро и его связи с СССР. Америка ввела запрет на экспорт, и Куба обратилась к своим советским друзьям за автомобилями. Они закупали Лады, польские Фиаты, а также странноватые люксовые авто марки ГАЗ и ЗИЛ. Торговые ограничения привели к тому, что кубинцы не смогли ввозить запчасти, если в их машинах что-то ломалось. Так они стали мастерами, потому что поддерживают свои машины на ходу любыми доступными средствами. Таким образом, они стали, пожалуй, самыми изобретательными тюнерами на планете. Из-за торгового эмбарго у кубинцев нет доступа к огромному рынку тюнинговых запчастей для классических американских машин. Поэтому многие классические американские тачки оснащены дешевыми дизелями от Киа и Хэнде. А еще машины нередко бывают оборудованы тракторными двигателями или даже стационарными насосными движками, переделанными для работы в автомобиле. Кубинцы особенно гордятся своими машинами, поскольку они олицетворяют тяжелый труд. К тому же они превращаются в семейную ценность. Нередко в семьях машины передаются по наследству несколько десятилетий подряд. А на ходу эти тачки остаются благодаря разнообразным конфигурациям моторов и прочим доработкам. Так что в путь, потестим тачки и узнаем, как, вопреки обстоятельствам, эти изобретательные автомобильные энтузиасты на Кубе продолжают ездить. Но для начала, сами-то мы как собираемся передвигаться? Вот какая машина нам перепала. Это седан Chevrolet 150 1955 года выпуска. Это люксовый вариант Bel Air, и в 50-е годы его стоимость доходила до 2750 долларов, смотря какой из девяти вариантов исполнения кузова ты выберешь и смотря как ты ее оснастишь. Для этого авто предлагались сотни разных опций. Можно было, конечно, взять тачку с рядной шестеркой, но в 55-м главной новостью стало появление абсолютно нового V8 серии Turbo Fire, объемом 4,3 литра, также известен как Small Block. Его производят до сих пор, некоторые говорят, что с 55-го было выпущено свыше 100 миллионов V8 типа Small Block. У движков 55-го модельного года была одна уникальная особенность, а именно масляный фильтр предлагался в качестве опции. Но в случае с нашим конкретным экземпляром все это не актуально. В этой поездке мы катим за счет, чего бы вы думали, дизеля, позаимствованного грузовика марки Toyota из Японии. В уникальной автомобильной культуре Куба может оказаться не так-то просто сориентироваться. Поэтому мы встречаемся с местным автоэкспертом по имени Роберто. Он местный кулибин и специалист по подбору локаций, который работал над восьмым форсажем. Меня зовут Роберто, и я заядлый поклонник автомобилей. Это моя страсть. Я обожаю американские мускули, они мои любимцы. Но я работаю со всякой классикой, особенно родом из 50-х. Chevrolet, Ford, Cabriolet, Frankenstein. На Кубе полно такого добра. В кубинской автомобильной культуре мне больше всего вот что нравится. Не важно, какая у тебя машина. Ты по-любому будешь ей гордиться. Не имеет значения, какой она марки. Не важно, какая резина стоит. Ты гордишься тем, что у тебя есть тачка. И она как член семьи. Это не просто машина. Это не просто машина. Нам уже нравится это место. Итак, сейчас мы покатим на нашем Bel Air и будем искать один крайне специфичный автомобиль, который довольно-таки популярен на Кубе. Он как раз проехал. Это польский Fiat. Я всегда хотел прокатиться на такой машине. На острове их полным-полно, причем разной степени убитости. Коррозия их не пожалела. Но в их дизайне есть что-то прям столь невероятное и примитивное. Ну, короче, я просто обязан сесть за руль такого автомобиля. Польский Fiat очень популярен на Кубе. У него хороший запас хода. Он работает на бензине любого типа, и он может проехать 15-20 километров на одном литре. К счастью, на Кубе все очень дружелюбны. И вот этот парень согласился дать мне прокатиться на своем польском Fiat. И пускай этот польский Fiat 126P весит всего 580 килограммов, и он оснащен крохотным двухцилиндровым рядным движком объемом 592 кубика, но то, чего ему не достает как бы во всем, он компенсирует своим характером. Посмотрите, какой на шинах протектор. Это одна из самых популярных машин восточноевропейского производства. В Польше с 1972 по 2000 годах было продано 3,3 миллиона. И да, кстати, стойка лобаша держится за счет скотча. Эти машинки мощностью всего 23 лошадиных силы пользуются огромной популярностью на Кубе, благодаря простоте конструкции, а также благодаря тому, что они ремонтируются с помощью скотча. Здесь внутри очень тесно, места даже меньше, чем в Минь, если такое вообще возможно. Вы можете понять, насколько тут низкая крыша по тому, где она соприкасается с моей головой. Но стоит миновать вот этот выступ, и крыша приоткрывается. В результате у нас очень странная линия обзора. Как видите, мои глаза расположены над краем, поэтому, когда вы садитесь в машину, при взгляде в бок ничего не видно, если не пригнуться. Руль, кстати, регулируется. Разве что он в принципе не фиксируется, что довольно-таки интересно. И мне не терпится увидеть, как эта машина заводится. Какая там процедура? Сначала нужно залить бензин. А почему он бензин в баке-то не оставляет? Дело в том, что топливо стоит больших денег. Поскольку оно так ценится и стоит столь больших денег, то из этих машин то и дело бензин сливают. Поэтому, собственно, владельцы запирают бензин в багажнике и заливают его по мере необходимости. Пару литров хватит, чтобы доехать куда угодно. Перед тем, как куда-то поехать, на Кубе приходится проделать вот такой ритуал. Кубинский ритуал. Да. Крутяк. Как же мне это нравится. Обожаю. Дай-ка я тебе кое-что покажу. Начинается самое интересное. Топливные шланги пустые, поэтому вот что нужно сделать. Это ставится взамен отсутствующей детали. Отвертка обеспечивает бесперебойную подачу топлива. А теперь нам ее нужно толкнуть. Итак, польский фиат. А ты знаешь, как завести машину с торкача? Да. Короче, включаешь вторую, отпускаешь сцепление и все, открываешь. Вторая. Так. Готов? В ручник опускаем. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет? А, ручник значит трогать не надо. Ни при каких обстоятельствах ручник трогать нельзя. Да. Итак, мы готовы ехать. Ну что, толкаем? Места у нас немного, дальше начинается авеню. Мы это сделаем. Сейчас отправимся в путь. Отпускаем тормоз. Включена вторая передача. Машину толкают и... Все норм. А теперь... Как дальше? Прямо? Нет-нет. А, понял, значит туда. Хорошо. Я бы пристегнулся, только вот ремня нет. Поехали. Да. Первая поездка на польском Фиате в Гаване. Идеально вообще, мне нравится. Прямо едем. Разумеется, эту тачку фиатовцы сделали в пику мини. Туда, да? А, там зеркало есть. Едем. Сюда, да. Спасибо. Ох, тормоза. Скоро остановимся. Остановились, ладно. Все нормально? Стремно. Так, я заглох, но умудрился сходу тачку завести. Направо, направо. Стоп, стоп, стоп. Да, опыт тот еще, конечно. Машина едет, но педали так близко расположены, что ноги лежат друг на друге, внахлест. Нельзя просто нажать ногой на сцепление, на тормоз или на газ. Приходится ноги вот как бы так чередовать. Это невероятно. Как же мне это нравится. Как там говорят на кубе? Белиссимо? Белиссимо? Окей. Вижу там маленький Дайхатсу Коора. Ну да, очень медленно. Выезжаем со второстепенной. Стоп. Я бы с радостью, если бы тормоза работали. Кубу потрясает еще вот чем. Люди общаются друг с другом с помощью клаксона. Без злобы, без агрессии. Просто фа-фа, я здесь. Люди общаются, обозначают свое присутствие. Думаю, многие культуры могли бы это взять на вооружение. Грациас. Белиссимо. В общем, на невысоких скоростях польский Fiat напоминает доморощенную педальную машинку с установленным сзади движком от газонокосилки. Тормозов тут, считай, нет. Это реально худшие тормоза, которые я когда-либо встречал в машине. Когда он мне говорил «тормози», я жал на тормоз, и проходилось секунд 10, прежде чем машина останавливалась. И на дороге тачка ведет себя непредсказуемо. На каждой кочке она прыгает то вправо, то влево, то еще куда-то. Предполагаю, развал схождения не делал лет так 50-70, но, несмотря на это, машина пропитана кубинским характером. Она держится на шпатлевке, и везде виден какой-то мелкий колхоз, благодаря которому тачка ездит. Опять-таки, это образец прекрасной сущности Куба, того, как они любой ценой поддерживают свои автомобили на ходу. Запчасти для него ты не найдешь, кузовные панели тоже, но его поддерживают в рабочем состоянии. Здесь народ не выбрасывает все подряд на помойку, как принято на Западе. Это мы привыкли говорить, мол, все, эта вещь свою отслушила и в мусорку, а здесь тачка будет и дальше ездить. По мне, так это просто прекрасно, особенно когда речь идет об уникальных машинах, вроде польского Фиата. Спасибо вам огромное. У многих машин на Кубе, включая этот польский Фиат, сзади висит маленький кусочек красной веревки или красной тряпки. Между прочим, это очень важный аксессуар. На Кубе полно тачек со свисающей сзади красной тканью. Она отпугивает злых духов и отрицательную энергию. Если кто-то смотрит на ваш польский Фиат или на какую-нибудь другую вашу машину, и они вам завидуют, так вот, эти плохие вибрации воспринимает не водитель. В их культуре существует поверие, что этот так называемый красный носовой платок отпугнет злых духов, и люди перестанут вожделеть вашу чумовую тачку. Настала пора попрощаться с польским Фиатом и отправиться на поиски франкенштейнеров. Франкенштейнеры, вы можете увидеть двухдверную машину, переделенную под седан, или это может быть джип, сделанный из шевролет, огромные колеса сзади, даже если они не нужны. И крыша может быть от фургона, притом раньше это был кабриолет. И можно даже увидеть простые машины, с которых срезали крышу, чтобы сделать кабриолет. Конечно, срезать с автомобиля крышу, чтобы превратить его в кабриолет, это лишь один возможный аспект стиля Франкенштейна-мобиля. Но так-то на Кубе автолюбители по мелочам не размениваются, они собирают из множества машин единственную, лишь бы она ездила. Перед нами идеальный пример машины Франкенштейна. Мы на Кубе обнаружили вот такую штуковину. Спереди студия Бейкер. Тачка довольно-таки побитая, но ее так и будут дальше использовать в качестве таксомотора. Внутри не видно ни набалдашника на коробке, ни ковриков, вообще почти ничего нет. Приборка явно с другого автомобиля, она точно не заводская. Немного проржавела там, где рука высовывается из окна, но самое интересное – сзади. Здесь у нас задние фонари от Лады и какой-то рандомный набор запчастей. И в итоге мы получаем тачку, на которой владелец может ездить, привозить туристов и, скорее всего, неплохо на этом зарабатывать. Мы нашли еще вот такой Франкенштейнер – Сузуки Витара Спортэдж джип с мотором от Пежо. Если взглянуть сзади, то вряд ли вас удивит, если скажут, что это Сузуки Витара. И пока ты идешь вдоль борта машины, это Сузуки Витара. Хоть здесь и написано джип. Хоть здесь снизу и написано джип, но все меняется, если подойти к тачке спереди. А спереди тачка слегка напоминает джип Вилли с кенгурятником от Киа Спортэдж. Стоит какой-то тюнинный бампер из стекловолокна, который своими руками сделал какой-то местный чувак. Короче, тут перемешана куча разных тачек, а в моторном отсеке установлен ездил от Пежо. Вот именно, тут смешалось столько разных миров, а в современном ключе. Если сравнить ее с некоторыми классическими американцами, которые нам тут попадаются на глаза, то вот она машина по типу тех, на которых многие люди здесь реально ездят. Они ведь не могут завести детали, поэтому они используют те запчасти, которые они могут найти. Что самое смешное, это очень похоже на то, что мы видели в Японии. Понимаешь, люди считают это безумным, типа, ух ты, субаровский бампер на Ниссане. А здесь был бы у них доступ к таким машинам, на Кубе точно такое было бы в тренде. Нельзя зайти в интернет и купить передний бампер для джипа или кенгурятник для джипа. Если ты хочешь поставить кенгурятник, и в наличии есть только это, то его и поставишь. Немного Киа, немного джипа, немножко Сузуки и немного Пежо. Куба. Простому парню, что нужно, чтобы машина оставалась на ходу? Хорошая резина, топливо, это не важно. А кубинцу нужна кубинская изобретательность. Есть машины, которым 60 лет от роду, и она по-прежнему ездит по дорогам, используя любидоступные детали. Мы видим жизнь как прямик, как улицу с односторонним движением. И надо идти вперед, неважно как. Твоя машина не может там остановиться. Ты должен ее подчинить и поставить на ход. Сейчас мы едем в мастерскую, расположенную на улочке в пригороде. Они там сегодня проводят свап-движка. Ну да, вместо старенькой рядной шестерки ставят какую-то V-образную восьмерку. Так гласит молва на райончике. Они нас к себе пригласили, чтобы мы могли посмотреть, чем они там занимаются. Спасибо. Эта улица в пригороде так похожа на другие пригородные улицы. Ты мог бы быть в любой другой точке мира, только ты не там. Я так думаю, все эти поломанные машины, припаркованные рядом, говорят нам о том, что мы приехали в нужное место. Мы приехали в маленькую походную мастерскую в пригороде, чтобы своими глазами увидеть, как местные жители чинят и дорабатывают свои машины, располагая ограниченным арсеналом инструмента и минимальным количеством запчастей. Сегодня парни свапают двигатель вот у этой тачки. Они говорят, что мы тоже можем присоединиться и помочь им на начальной стадии. Это так называемый кубинский катетер. Сюда залит бензин, поскольку бензобака тут нет. Движок его берет отсюда. И тачка отлично завелась с первого раза. Селектор тут на рулевой колонке. Я никогда с таким не ездил, поэтому я понятия не имею, как включить нужную передачу. А как мне первую-то включить? Вперед и вниз? Вперед и вниз? Вот так? Ну ладно. Да, убедимся, что у нас бензин есть. Ух ты. Так. Что это за проект, которым вы сегодня занимаетесь? Ну, сегодня я сосредоточен на том, чтобы снять капот. С этой машины придется все снять. Снимаем двигатели и вообще все механические детали. А вам нужна сегодня помощь за дешман? Мы с моим другом Марти сегодня совершенно свободны. Любая помощь всегда приветствуется, и я не вижу никаких проблем. Отлично. Спасибо. Ну что, погнали. Держишь? Идеально. Каждый болт, каждую гайку нам нужно будет поставить на место. В запасе таких деталей у нас нет, поэтому нам всегда приходится возвращать их обратно. Таким образом мы можем использовать их повторно. О, круто. Вот так, значит. У этих машин весь крепеж дюймовый, а вот инструмент, где вы берете инструмент, чтобы их чинить? Мы долгое время жили в содружестве с Советским Союзом, а в СССР используют метрическую систему. Ее же и мы используем. У нас ключи на 12, на 14. До революции мы использовали английскую имперскую систему. Хороший пример того, как запчасти используются множество раз повторно, виден в слоях краски. Эта панель была покрашена минимум в 10 разных цветов по мере того, как ее использовали вновь и вновь. Скажу больше, краски тут столько, что панель на полсантиметра толще обычной. Эти ключи еще дореволюционны. То есть им по 60 лет, по 50-60 лет. Труфит сделан в США. В каком состоянии находится мотор. И топливный насос. Давление в топливном насосе. Так. А этот прибор компрессия. Для замера компрессии. Тест. Дореволюционный. Да. Дореволюционный. Ух ты, до сих пор работает. Мне принес старый механик. Пахнет. Хочу себе такой. Ну да, есть немного. Ну может не такой старый. Но есть какой-то кайф в том, что его так легко разбирать. О нет, я болт уронил. Не, ну дома ты едешь в магазин крепежа и покупаешь то, что потерял. Ну да. Странно подумать, но все сталкивались с тем, что магазины все закрыты. Но представь себе ситуацию, когда так всегда. Вот-вот, но именно это, пожалуй, и порождает изобретательность. Ну да. Приходится искать какие-то обходные пути. А еще меня радует то, что у всех болтов разная резьба. Но их туда вставили по принципу, лишь бы работал. Один из них уже явно терялся. Угу. Этот шагом миллиметр, 1,25, полтора. Я только что уронил гайку, и мне стало страшно. Да ладно, все норм. Меня пока еще не уволили. Классно было орудовать ключами вместе с аборигенами. Но теперь, когда мы увидели, как люди дорабатывают свои машины в городе, нам интересно понять, как это делается в условиях еще более ограниченных ресурсов. И сейчас мы едем в джунгли, чтобы заценить одну сельскую мастерскую. Поведение слегка меняется, когда коляска установлена. Есть такое. Вообще, я много раз катался на мотиках, но чтоб с коляской ни разу. Лидись козликов, мужик. Столько козликов. Привет, козлики. Здорово, козлы. Ха-ха-ха, господи. Мы буквально чуть-чуть отъехали от Гаваны и приехали вот в такую мастерскую. Она открытая, но все же мастерская. Здесь есть тракторы, настоящий механический цех, стоит парочка старых американцев, например, вот этот. Это старенький Крайслер, куда они устанавливают тракторный дизель. В каком-то смысле присутствует более полное понимание. Конечно, этим технологиям уже более полувека, но здесь ты хорошо понимаешь, как работает каждый компонент, поскольку запасную деталь к нему ты не купишь. Нужно взять и сделать то, чего тебе не хватает. Как изготовить? Ну, например, можно использовать электродную сварку. Вот там стоит гигантский трансформатор, который обеспечивает необходимый для сварочных работ ток. А еще у них есть старые токарные станки, которым уже лет по 60. Сварочники, сверлильные станки и всякое такое прочее. Причем видно, что всякий раз, когда они ломались, их снова и снова ремонтировали. Это касается не только автомобилей, но и инструмента, станков, которые используются для ремонта. Топливные трубки, которые вы здесь видите, трубки из катетеров, которые позаимствовали у местной больницы и модифицировали. Здесь нельзя просто пойти и купить топливные шланги, поэтому местным жителям приходится импровизировать. Чтобы сложилось лучшее понимание того, почему так сложно доставать запчасти для машин, да и вообще для чего угодно, мы решили посетить некогда один из самых популярных ресторанов в Гаване. Это у нас стало быть Румбас. Трудно в это поверить, но когда-то это было одним из самых лучших ресторанов с курицей в Гаване. А здесь снизу написано «Открыто для вашего воображения». А если и сейчас все осмотреть, уверен, они даже не могли вообразить, что все будет выглядеть вот так. Причем это довольно жесткий пример того, чем для Кубы стал особый период после развала СССР, когда они обратились к капитализму. Народу Кубы ничего особо не оставалось, экспорт и импорт заглохли. И вот хороший пример того, что происходит. Ресторан, процветающий ресторан, и типа денег нет, все, закрываемся. Закрылся полностью, и вот что интересно, с тех пор люди сюда заглядывали, крали все светильники, вообще любой металл. Плитку. Плитку, трубы, да даже кирпичи, короче, все, что могло пригодиться в хозяйстве. А то ведь так тяжело и дорого сюда что-то завести. В итоге люди приходят в такие места и превращают их в магазин хост-товаров, берут все, что могут. Настала пора нам вернуться в город. Нам предстоит поездить еще на одной машине. Моя первая тачка была создана в 70-е, и автомобили из той эпохи нынче встречаются довольно редко, но не на Кубе. Есть один конкретный автомобиль, который в Гаване встречается повсюду, на котором я давно хотел прокатиться. У нас много русских машин. С 70-х годов на острове Валем повалили русские машины. Вот почему наш автопарк на 70% состоит из русских машин. Лада – самая популярная машина на Кубе. С ними можно делать все, что угодно. Очень распространенная машина среди кубинцев. Она хорошо ездит, они прочные, они стойкие к соли, к ржавчине. Местами они дерьмовые, конечно, но понимаете, это же Куба. Если у тебя есть что-то с четырьмя колесами, которые везет вперед, ты доволен. Ох, как я-то доволен. Я всегда хотел поездить на Ладе 1500. Она же ВАЗ-2103, как ее романтично окрестили у нее на родине. Ее сделали на базе ФИАТ 124-66 года и выпускали в России по лицензии. Наш экземпляр отличается такой роскошью, как мотор объемом полтора литра и мощностью 76 лошадиных сил, четыре главных фары, холодильник с напитками и часы. Выпускали их с 1972 по 1984 годы, и в то время очередь на покупку составляла 12 месяцев. Да, спрос на них был велик. Было выпущено 17 миллионов автомобилей ВАЗ. Таким образом, они занимают второе место в мире по количеству выпущенных машин. Ты ремень пристегиваешь? Ремень? Короче, нет. Слушай, не так уж и плохо. Просто безумие. Тут такой люфт, у руля такой люфт. Я могу его повернуть градусов так на 180, ну как минимум на 90. И мы по-прежнему едем прямо. Козлики. Вообще очень тяжело удерживать ее напрямую. Вот в чем проблема. Поворачивает она нормально. Это Лада с мотором объемом полторы тысячи кубиков. Россия. Ну да, модель 76-го года. В России машина водит тебя, Мартин. О да, плюс очень сложно. А тормоза-то работают? Ну, пытаются. Ой, блин, ямки очень тяжело объезжать. Ты пытаешься их объехать, а машина поворачивает в другую сторону. Ну, а так мы передвигаемся, мы же катим себе. А еще сцепление тут непростое в использовании. Вторая. Сзади у нас немного туколы. И бутылка Гавана Клаб. Мужик, я... Динамометрический ключ и подушка. Теперь я иду прямо, но руку я оставлю вот здесь. Рука лежит сверху на руле, вот теперь я иду чуть левее. Ух ты. Если повернуть на 90 градусов, то теперь я снова еду прямо. 10 градусов. Невероятно. Что повернуть налево, один... Ух, гидроча-то нет. Два оборота. Ну да. Гидроусилителя тут нет в принципе. Вот она, куба. Попаду во вторую. Да. Мне нравится на самом деле, нас заставили поверить, будто... Я знаю, почему она тебе нравится. Нам нужен кондиционер и всякое такое прочее. Да это все нафиг не надо. Я знаю, почему она тебе нравится. Потому что это ведро... Нет, потому что ты не за рулем. Серьезно? Не, ну так-то это опыт. Она чем-то напоминает Джемини, разве что. Настолько все плохо. Да ладно тебе, мужик. В плане возраста она напоминает Джемини, что логично и едет нормально. Он говорит, что здесь порядка 70 лошадиных сил или около того. В наше время, если машина рулит комп и комп начинает бузить, то он такой типа нет. Ну да, он уходит в отказ. Комп уходит в отказ. Комп говорит нет, дальнейшая работа прекращается. Блок управления такой, извини, друг, но нет. А в России говорит да, с этой машиной. Вторая передача. Тяжело ездить на механике, когда переключаешься не той рукой. Великолепный вид на город Гавану, видал? Мы катим на ладе по Гаване. Офигеть! Нереально. Повсюду старые чумовые тачки из 50-х и 60-х. О, господи. Ставишь на газ, и машина меняет направление. Покажешь. Видал? Ух ты! Как она влево подолазь. Акселератор, чтобы поехать влево, руль, чтобы поехать вправо. Ты чувствуешь, как колеса елозят по дороге с этими люфтами, блин? Я никогда ничем подобным не ездил, зато едет. Да, оно едет. В Японии все говорят про форму, про функцию и так далее. А вот здесь чистая функциональность. Ты, кстати, оцени, где мы находимся. Ну да, это настоящий карибский рай. Солнечно, красиво, зелено. Мы приехали на Кубу в поисках уникальной автомобильной культуры. Но мы обнаружили кое-что гораздо большее. Дружелюбные аборигены, изобретательные механики, неунывающие автомобилисты, плюс еще едва ли не самые опасные машины, на которых мы ездили. На Кубе есть все, и уж точно больше, чем мы когда-либо могли надеяться. Посему логично, что из всех возможных локаций в мире, где можно было бы поснимать, «Форсаж-8» прибыл на Кубу. Мне кажется, они выбрали Кубу, потому что сейчас в Кубе бум. Сейчас на нас все смотрят. Они хотят от нас ожидать лучшие. И мы не можем их разочаровать. Вот почему они выбрали это место. Они хотели... Особенно люди Кубы. Они очень топливые, очень добрые люди. Вот почему они выбрали это место. Они хотели что-то особенное. И я уверен, они это получили. Итак, автомобили Кубы. Где вы еще найдете место, где люди владеют машинами по 50 лет? И ремонтируют их любыми подручными средствами, используя запчасти с тачек разных марок и моделей, лишь бы они ездили. Гавана – очень противоречивое место. Жизнь здесь бьет ключом. Здесь богатая культура. Настоящая сенсорная перегрузка. И в то же время люди здесь такие спокойные. Они работают в кубинском темпе. Все занимает чуточку больше времени, чем ты ожидаешь. Но люди здесь производят впечатление прям очень счастливых. Вообще логично, что они именно здесь снимали «Форсаж-8» неподалеку отсюда у морской стены. Город в плане цвета и тональности очень приглушен, и на улицах почти нет машин, так? Поэтому снимать здесь очень легко. И машины, когда мимо проезжают, действительно выделяются, поскольку все цвета на фоне настолько ненасыщены. Таким образом, наше невероятное приключение на кубе подходит к концу. Но поскольку именно здесь снимали «Восьмой Форсаж», мне кажется, есть один подобающий способ поставить точку в этом нашем приключении. В «Восьмом Форсаже» происходит гонка прямо вдоль морской стены, поэтому мы приехали ровно на эту же локацию, чтобы ее воссоздать с помощью вот этих штук. Это «Кока-такси». Это «Кока-такси». Они появились где-то в середине 90-х. Они созданы для того, чтобы неспешно перемещать туристов по городу. В них помещается 4 человека, включая водителя. Они достаточно медленные, и звук у них как у лодки. Но они довольно-таки веселые. У них 4 передачи. Одна вверх, посередине нейтралка, а потом еще 3 передачи вниз. Мы тут с моим корешем Марти организовали заезд на 1 восьмую милю. Кто первый доедет до финиша, полностью всех порвал в кубинской битве. Поехали! Ай, блин, я третью включил вместо второй! Я тебя отзеру! Отодран. Отодран, отодран, отодран. Перевод группы BMI Russian при поддержке Finaftoparts. Спонсор перевода – компания Finaftoparts. Более 400 тысяч БУ-запчастей для иномарок без пробега по России. В наличии и под заказ. Высокое соотношение цена-качество. Гарантия на товар до одного месяца. Работа по всей России. Finaftoparts. 6 лет работы и тысячи довольных клиентов. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.